Человек приглашает вас в необычное, можно даже сказать, небезопасное для рассудка путешествие. А в аккаунте российского посольства Великобритании в Твиттере накануне вечером появилось сообщение, что бойцы Азова, я процитирую, заслуживают унизительной... Мне же кажется, уже все маски-то сброшены. Я не знаю, видели ли вы твит, официальный твиттер-аккаунт российского посольства Великобритании заявил, что азовцы заслуживают кашки через поведение. Это, мне кажется, новый уровень дипломатии, да? Мы видим, как российское посольство Великобритании с каким-то восторгом говорит о том, что украинских военнопленных из Азова, даже расстрелять их было бы мало, их нужно было бы поверить. Да-да-да, мы это цитировали, цитировали в нашем эфире. Там в этом Твиттере говорится, в этой записи говорится, что они заслуживают, в кавычках, цитата, унизительной смехи. Унизительной... Зато российский МИД звучит вполне, как Слободан Милошевич. Боевики Азова заслуживают кашкини, но не расстрела, а пашкини, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смехи. Это цитата. Российское посольство в Лондоне репостнуло интервью с жителями Мариуполя. И заголовком они вынесли цитату из этого интервью. Но так называемая либеральная пресса, свободные и независимые блогеры решили не замечать, что там дальше трех строк. И просто начали рассказывать о том, что это заявление Министерства иностранных дел. Вот же уроды. Разумеется, это подхватили латвийские политики, навальнисты. Кстати, справа Фейгин, а слева кто такой? Не важно. Важно то, что весь этот сброд постоянно врет, начиная с каких-то мелочей, заканчивая какими-то глубокими смыслами. Причем они же прекрасно знают, что это фейки, сидят и делают вид, что возмущены до глубины души. Мол, что же это творится такое? Люди добрые, посмотрите на этого Путина. Они буквально всегда недовольны. А если нет причин быть недовольными, тогда они придумывают эти причины. Ну а у меня, в свою очередь, сегодня не постоянная рубрика «Что мучает оппозицию?», в которой я, можно сказать, широкими мазками пройдусь по их ютуб-каналам и посмотрю, что же опять случилось, из-за чего опять либерахи ноют. Но перед тем, как мы начнем, хочу поприветствовать новых спонсоров на Бусти и сказать огромное спасибо за материальную поддержку. Это действительно сейчас очень помогает, потому что с ютуба, как вы знаете, дохода практически нет. Так что, друзья, реально большое спасибо. Ну а если вы считаете, что то, чем я занимаюсь, заслуживает от вас 50 рублей в месяц, и у вас есть желание и возможность, то тоже можете оформить спонсорскую подписку. Возможно, шаг за шагом мы и наберем тысячу спонсоров, а это избавит от многих финансовых проблем. Ну ладно, хватит о проблемах, перейдем к нытью. Телеканал «Дождь» в свободное от нытья и распространение дезинформации время занимается разоблачением кремлевской пропаганды. Причем, стоит понимать, что это не просто какой-то нонейм-блогер, выделена целая команда, которая сидит на зарплате, возможно, даже у Госдепа, и целенаправленно ищет кремлевские фейки. То есть они этим занимаются профессионально, это их работа. Тем временем Маргарита Симоньян не устает брать острые интервью. На этот раз жертвой стал министр иностранных дел Сергей Лавров. О, сарказм, ничего себе. Ну давай посмотрим, что там не так с этим интервью. Только вернулись из поездки, сейчас опять улетаете в поездку. Такая у нас международная изоляция, что вы и дома практически не бываете. Опа! Маргарита Симоньян как бы сказала, что изоляции нет. И это «Дождю» не понравилось. Пропаганда. Мне нравится картинка, которая показывает наглядно вот эту вот изоляцию. Соединенные Штаты, Канада, Австралия и Евросоюз. Собственно, это то, что либерахи называют весь мир. Перейдем к сути. Если вы думаете, что во время интервью прозвучал хоть один нормальный вопрос, то зря, ничего нового. В перемешку с комплиментами Маргарита Симоньян с улыбкой обсуждала с Лавровым, как же там плохо на Западе. А надо было со слезами обсуждать, как же плохо у нас. Это министр иностранных дел. Есть что с ним обсуждать? Дыру в асфальте, которая у тебя во дворе, или Навального? Это министр иностранных дел. Они обсуждали иностранные дела. Блин, телеканал Дождь. Спасибо за хорошее разоблачение. Смотрите фейк-ньюс, смотрите Дождь и не дайте себя обмануть. В мире сейчас происходит настоящее безумие. Александр Балу. Очередной либерал, который ноет изо дня в день. Каждый день у него что-то не то. И российская пропаганда в этом, конечно же, активно участвует. Сейчас для нее прям золотое время. Сейчас золотое время для российской пропаганды. Так это же хорошо, наоборот. Че плакать-то? Естественно, про что же еще можно говорить? Так это про угрозу ЛГБТ. Ну и почему бы не поговорить на эту тему? Или для себя это не угроза, да? Как бы нет никакой сумасшедшей пропаганды, которая идет со стороны Запада. А вот есть там такой, знаете, товарищ, который в иностранном легионе. Он говорит, что, а мы, говорит, дойдем до Москвы и, говорит, Ленина, а тут снесем Ленина, снесем. И там устроим этот там гомо***щий парк. Он прям вот так говорит, в парк ЛГБТ мы там сделаем. Страшная угроза. В самое больное пытаются ударить. Так а что тут не так? Возмущается депутат, потому что ваши там грозятся открывать какие-то парки. Типа, что тут не так? До Москвы дойдут, Ленина снесут и устроят там парк ЛГБТ. Ужасные планы. Надеюсь, нас всех депутат Журавлев от этого защитит, прикрыв нас всех своим, ну, очевидно, телом. Ну, по крайней мере, своим говорливым ртом. Че-то у Балу уже какие-то фантазии пошли, да? Говорливым ртом прикроет. Вот оно лезет наружу, либеральное нутро. Но ведь внутренние войска, которые есть, понимаете, они ведь могут все сделать. Это серьезные темы. Вот там, чтобы это все ухомосять, у нас присесть. Иначе брат снесут, Ленина вынесут, а не заметите как. Поставят там вам памятник такой, что ого-го, будете ходить там на него поклоняться. Ну и в чем он не прав? Суть-то простая. Надо пресекать у нас тут пропаганду ЛГБТ. Че тебе не нравится-то? Понять не могу. По мнению пропаганды, у нас была пятая колонна внутри. Теперь у нас внутри появились специальные внутренние войска. Опять же, с атакой с тылу. Так это как раз про вас. Тут же суть в чем? Есть категория людей, они еще себя называют либералами. Да, ты, кстати, в том числе. Так вот, для них мнение Запада это что-то святое. И когда на Западе говорят, что долбиться в задницу это круто, это модно, вы это с довольными мордами повторяете уже для нашей аудитории. И навязываете эту мысль. Если вам на Западе скажут, что жрать говно это круто и модно, вы точно так же с довольными мордами будете это повторять. Из того, что ты нарезал, я понял, что депутат против этой пропаганды. А ты, судя по всему, против этого ничего не имеешь. И тут можно сделать вывод, что он как раз-таки говорил буквально о таких, как ты. Дальше. Цены на школьные товары поднялись почти на 300%. Представляете? До начала учебного года осталось совсем ничего. И у многих родителей просто округлились глаза. Да, вот так вот округлились, чуть не повыкатывались. Когда они увидели цены на школьные принадлежности. Ну да, тут будем честны, цены действительно поднялись. Я сам как родитель, вот буквально недавно собирал детей в школу, цены поднялись. Но не настолько, чтобы глаза округлились. Что же там такое нам хочет прочитать Хардин? По данным аналитиков компании Moneyplace, в июле в России на 284% в среднем, по сравнению с июнем, выросла стоимость дневников, на 241% школьных тетрадей, на 200% форм для девочек и мальчиков, а также на портфеле иранцев. Что-то какая-то хрень, что-то я не заметил такого огромного скачка цен. Что? Анализ динамики цен на товары, которые продаются на маркетплейсах в период с 1 июля по 31... Стоп, подожди. На маркетплейсах? Ты как-то быстро проскочил этот момент? На маркетплейсах? К чему вообще тогда эта новость? Ну подскочил там, ну и пес с ним. Пошел в лабиринт купил и не парься. Которые продаются на маркетплейсах в период с 1 июля по 31 июля, по сравнению с июнем, показали, что стоимость школьной формы для девочек составляла 2306 рублей. Ясно. На маркетплейсах цены подскочили. Так а что это значит по итогу, да? Вот эти цены, они просто-напросто становятся для многих россиян неподъемными. Вот что объединяет либерах? Так это то, что они постоянно что-то недоговаривают. Он с удовольствием расскажет о том, что на маркетплейсах цены поднялись там почти на 300%. Но он никогда в жизни не скажет, что в обычных магазинах цены практически не поднялись. Да, будем честны, собрать детей к школе стало дороже. Это факт. Тут не нужны никакие статистики. Но сидеть из грустной мины и рассказывать о том, что цены поднялись больше, чем в два раза, это вранье. Это просто манипуляция. Ну и напоследок Соболь. Чем же там занимается сейчас старая добрая Любаня? В театре Ленсовета 22-летняя барпроводница Людмила Шклебнева знакомится с 28-летним КГБшником Владимиром Путиным. Правда, тогда еще Путин скрывает от будущей жены, что работает в КГБ. Ясно, у Соболь без изменений. Это знаете, что называется разбудите меня через 10 лет и спросите, чем занимается Соболь. И я точно могу сказать, что она будет ковыряться в нижнем белье Путина. В общем, как-то так. Либерахи сейчас переживают за Министерство иностранных дел, за контрпропаганду ЛГБТ, за высокие цены на маркетплейсах, ну и, конечно же, за Путина. Продолжение следует...